Всем привет дорогие друзья, с вами Андрей Файф и Дневник Молодого Отца. Хотел сказать всем спасибо, кто просит меня снимать то или иное видео при 20 подписчиках, это очень приятно. Пишите об этом дальше. Чем больше вы будете писать о том или ином видео, тем чаще оно будет выходить. А сегодня мы поговорим про второй месяц. Когда дочка исполнил в целом про второй месяц? Во втором месяце у дочки, после просмотра у педиатра, мы съездили, подрезали уздечку. После этого никакого дискомфорта связанного с ней уже не было. Самое интересное, врач педиатров, я еще помню, она еще сказала, да что же вы терпели, надо было еще раньше ехать. Ну а мы сказали, а мы откуда знали. В два месяца дочка очень любила купаться. Температура воды в круге, температура воды примерно 34-35 градусов. Она передвигалась по ванне с одной стороны в другую сторону. Плюс различные со временем купили водоплавающие игрушки. Это ее интересовало, завлекало. Дочу интересовали различные звуки, то есть погремушки, что-то такое. И если она плакала, если потрясти по хремушке, она реагировала на звук и прекращала плакать. На прогулках она вела себя по-разному. То спала, то не спала. Когда не спала, она плакала и просилась на руки. Ее очень интересовал весь мир посмотреть, что снаружи, а не только внутри коляски. И поэтому приходилось ее брать, показывать. Тогда она успокаивалась, заинтересованно смотрела на листочки, на деревья, на прохожих, на животных, на каких-то. Что еще во втором месяце было? Ну да, во время сна ее можно было положить в одну сторону, а на утро прийти, она уже совершенно под делом 90 градусов в другую сторону лежит. Да, дочь издала свои специфические для своего возраста звуки, а гу-гу, а гу-гу. То есть разговаривает на своем языке и пытается что-то объяснять. Да, когда первый раз она засмеялась, жена очень сильно испугалась. Но посмотрев на лицо дочки, которая улыбалась, поняла, что все в порядке. И крестная дочери подарила ей мобиль, который висел на кроватке. И вот даже сейчас бывают времена, что дочь капризничает, что-то такое, и включаешь этот мобиль, и можно с легкостью минут, наверное, на 10 заняться своими делами. Дочь будет увлечена им полностью. Это очень хорошая штука, я вам очень советую. Она действительно выручала, по крайней мере нас, не знаю, как у всех остальных, но у нас действительно она выручала. Отдельно хотел рассказать про медицину, про нашу. У нас очень специфический врач-педиатр, у которого мы были, наверное, раза 3. Дочке вот 10 месяцев будет, а мы за все это время реально на приеме именно у нее раза 3-4 были. И первый раз, я даже не помню, когда попали. Первый раз пришли, придя на прием, мы попали к совершенно другому врачу, который нам определенные советы дал. Дальше мы пошли к хирургу, отстояв у него определенную очередь. Мы попали, все-таки никак и нареканий не были. А дальше мы попали к неврологу. Были определенные проблемы. Нам назначили курс массажа, курс электрофореза на шейный отдел позвоночника. И купаться, ну, она же посоветовала купаться в ванне с кругом, так как имелся мышечный тонус. Это, соответственно, нам помогало. А уколы делали, которые, ну, мы как бы, врач невролог дала направление на то, чтобы в поликлинике нам выписали, сделали это все. Ну, не знаю, в поликлинике города Воронежа номер 3 добиться чего-то такого невозможно. Поэтому все делалось платно и не надо, о чем, собственно говоря, мы ни капельки не жалеем. Вот. Также принималась микстура с отралью, которую раз в 10 дней нужно было заказывать на заказ. И попилась она месяц. То есть у нее срок годности было буквально в 10 дней. Потом мы сделали УЗИ головного. УЗИ всего было нормально. Вот УЗИ мозга, ну, имел небольшие проблемы. В целом, вот такое получился у нас второй месяц. Как бы там ни было, он был очень интересный и познавательный. В особенности для тех, у кого это первый ребенок. Так особенно, как у нас с женой. Поэтому еще раз говорю, вот эти вот мгновения с ребенком, вы пытаетесь это заберечь, сохранить, запомнить. Потому что уже ничего подобного, даже при втором, при третьем ребенке, ничего подобного уже не будет. Это уже не будет все немножко под рукой. На сегодня это все. С вами был Андрей Файв. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео. Мне приятно читать ваши комментарии. Неприятных не было. А приятные, когда люди просят снимать, как я уже сказал, то или иное видео. И торопят быстрее и быстрее. Ну, это, честно сказать, очень приятно. И ставьте лайки. Пока-пока.